Во встрече приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Советы народных депутатов, главы городов и районов, руководители высших учебных заведений, угольных предприятий, проектных и общественных организаций Кузбасса. Сергей Цивилев отметил, что в настоящее время на угольных компаниях Кузбасса активно внедряют новые технологии. На экологические программы предприятия выделяют серьезные инвестиции. Мы разрабатываем производственную управленческую систему Кузбасса, или КУС, так называемый, на основе цифровой платформы. Так вот, под эту систему разработана у нас еще система мониторинга, экологического мониторинга угольных предприятий. Это цифровая конструкция, она разрабатывается у нас здесь в Кузбассе, уже подготовленный первый пилотный проект. Суть этой программы состоит в следующем, что к этой программе будет иметь доступ и администрация всех уровней, контрольные надзоры, органы, естественно, представители общественности, министерства будут все иметь доступ к этой. Вы можете войти и посмотреть, каждое предприятие в реальности, какие у предприятия границы на карте, где оно реально добывает, какие планы у него добычи, какие планы у него рекультивации, что оно делает по очистке воды, что оно делает по очистке воздуха. Мы будем применять, мы сейчас договорились о том, что мы должны создать общую методику, понятную для всех открытую и прозрачную, по оценке действия угольных предприятий по охране окружающей среды. По итогам совещания отмечена необходимость для угольных предприятий региона внедрять наилучшие доступные технологии, снижающие степень воздействия на социально-природно-техногенные системы Кузбасса. Приоритетом при разработке планов ведения горных работ должно быть снижение негативного воздействия на окружающую среду. Анатолий Яновский напомнил, что в Кузбассе год назад прошло заседание комиссии ПАТЭК, в рамках которого рассматривался вопрос экологической безопасности. Мы, собственно, провели анализ то, что удалось сделать в Кузбассе и угольными компаниями, и администрацией области, и теми или иными федеральными органами исполнительной власти, в части решения этой задачи большой. Подвели итоги и наметили некие задачи, которые нам необходимо дальше сделать, для того, чтобы реализовать тот лозунг, который родился в Кузбассе, и который мы, безусловно, поддерживаем. Чистый уголь, зеленый Кузбасс. Продолжение следует...